Привет, друзья! В наше время карты рисуются очень просто, а именно с помощью самолетов и спутников. Но в средние века у человечества не было такой роскоши. Но все же европейцы смогли нарисовать точные карты в средние века. Так как это им удалось? Настоящая революция в картографии случилась в позднем средневековье. В 16 веке Герард Меркатор разработал методику картографических проекций и вел систему обозначений. Так появился первый атлас. Сложность была в том, что земля круглая, а карты должны быть плоскими. Поэтому проекция – процесс трудоемкий. Картография получила бурное развитие за счет военных, как это часто, увы, и бывает с наукой. В основе простая геометрия. Определите три пункта, это могут быть вершины холмов или высокие здания. Между ними получится треугольник. Зная длину прямой линии между двумя точками, мы можем узнать все углы. Зная углы, узнаем длины всех сторон треугольника. Добавляем еще одну четвертую точку. Рисуем новый треугольник и вычисляем длину тут. И так пятую, и так далее. В геодезии этот метод называется триангуляцией. Так мы получаем сетку. Данный метод получил бурное распространение в 18-19 веках за счет военных действий и эпохи колонизации. Военные финансировали труд картографов. Так постепенно вырисовывались карты всех континентов. В рамках великого тригонометрического исследования ученым удалось впервые в истории точно измерить длину дуги долготы. Также картографы смогли измерить высоты вершин гор в Гималаях, включая главный пик Земли – Джамалунгму. В древние времена посмотреть на мир с высоты птичьего полета было невозможно. В средние века самые высокие здания – это готические соборы. И их явно не хватало, чтобы покрыть с высоты местность всей Европы. Максимум – осмотреться и начертить план района или местной деревни. Воздушный шар изобрели только в 1783 году. Да, и для нужд картографии он был не особо полезен до изобретения аэрофотосъемки. В античности карты рисовали совсем схематично. Людей интересовали только расстояние и то, какие города они будут проезжать во время своего путешествия. Реалистичные ландшафты и очертания берегов им были неинтересны. Вот такие вот дела, друзья. А на этом все, пока.